День добрый, дорогие мои друзья и гости канала! Сегодня православные христиане отмечают яблочный спас. Это народно-церковный праздник и в народе очень любимый. Значение слова «спас» можно отнести в «запастись», к слову «спастись». А второе значение, конечно, связано с именем нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа. У славян в августе был праздник, день урожая. К этому моменту поспевали овощи, фрукты, люди делали запасы себе на зиму. Праздник этот в народе очень любили. А по библейским преданиям именно в этот день Иисус Христос, взяв с собой учеников, поднялся на гору Фавор. Там он долго молился. И в какой-то момент ученики увидели преображение своего Учителя. Лицо его засветилось, одежды стали белыми, и услышали они с небес глаз. «Это сын мой». Увидели они также беседу Господа с Моисеем и Илием. Сказать, что ученики были удивлены, поражены, ничего не сказать. Но Господь попросил своих учеников никому не рассказывать об этом событии, а собирать яблоки, которые стоит освятить. Вот так два этих праздника объединились в один. 19 августа отмечается как преображение Господня и яблочный спас. Об этом празднике, об яблочном спасе, я думаю, что большинство из вас знают с детства. Я тоже об этом не помню. Помню, как в деревне в этот день люди здоровались, обнимались, поздравляли друг друга, желали счастливой жизни. А еще я очень хорошо помню, как бабушка моего мужа, бабушка Вера, она была глубоко верующий человек. Она знала практически обо всех церковных праздниках, о народных праздниках и многое рассказывала. Мы тогда с Сашей только поженились и какое-то время жили у родителей мужа в их семье. Очень хорошо помню, что каждое утро у бабушки Веры начиналось с молитвы. Я значения в то время большого не придавала. Очень хорошо помню, как в этот день в яблочный спас мы сидели на крыльце с бабушкой Верой. Она угощала меня яблочком и сказала, ешь, детонька, пусть ваша жизнь будет сладкой. Конечно, она желала долгой и счастливой жизни мне, ее любимому внуку. Так, благодаря молитвам бабушки Веры, благодаря Господу Богу, мы с мужем уже в счастливом браке 36 лет. И вот она многое рассказывала, бабушка, и говорила, послушай, Галенька, послушай. Она всегда меня так называла. Я бабушке Вере очень-очень благодарна, задавала какие-то вопросы. Вот именно тогда у меня впервые начинали какие-то возникают действительно вопросы о традициях, о праздниках, о значении. Вот так. Мои дорогие, я всех вас поздравляю с яблочным спасом. Независимо от того, верующие вы, неверующие, желаю всем счастливой, долгой жизни, здоровья, чтобы в каждой семье было благополучие, любовь, покой. Пусть в каждом доме звучит смех ваших детей или внуков. А вас, мои дорогие братья и сестры, конечно, поздравляю с праздником, с преображением Господним. Желаю всем Божьей милости и благодати. Пусть всегда над всеми будет мирное небо. Обнимаю вас всех. С вами была ваша Галина и мой канал Галины. Радости. Берегите себя и своих близких.